Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная передача серии исторический квартал. И поговорим мы о здании Орловского костела. Возможно, далеко не все знают, что в Орле было и такое сооружение. Вообще католики появились в России достаточно давно, но было их мало. И в результате разделов Польши к России отошли большие земли бывшего польского королевства, названное царством польским. Вполне понятно, что Польша, большую часть своей истории являвшаяся самостоятельным, причем крупным европейским государством, а в конце 17 века государством вообще определявшим европейскую политику и мечтавшей развиться от моря до моря, моря до моря, имеется в виду и северные и южные моря. Вот эта Польша, конечно, чувствовала себя униженной таким положением, разделенной между Австрией, Россией и Пруссией. Значительная часть в России. Польша поддержала и вторжение Наполеона. Ну и затем, когда с Наполеоном было покончено, неоднократно поляки восставали. Поэтому в центральные губернии России ссылались непокорные польские граждане. Таких все больше оказывалось и в Орле. И к середине 19 века здесь уже была польская диаспора в количестве двух с половиной тысяч человек. Естественно, тогда национальность всегда тесно была связана с религией. Поляки же, как и литовцы, считаются одними из самых ревностных католиков. И поэтому, естественно, они просили и даже требовали, чтобы им дали возможность отправления своих религиозных нужд. И уже с 40-х годов 19 века в Орле существовала религиозная польская община, превосходящая общины соседних городов. В 1855 году принимается решение о том, чтобы поставить уже постоянный костел в городе Орле. Первоначально здесь начинает строиться каплица, капличка, то есть католическая часовня. Но католики ходили очень активно и активно жертвовали деньги. Были они гражданами России. И вообще задумкой царского правительства было не дать Ватикану финансировать эти храмы. Те булы римских пап, которые издавались в Ватикане, не доходили до России, что являлось постоянным камнем преткновения. Те распоряжения, которые издавались ватиканскими органами, также не исполнялись на территории России. Фактически в России создается самостоятельная католическая или полусамостоятельная католическая церковь. И уже в 1860 году здесь строится небольшая часовня-каплица. Впрочем, уже в 1861 году к ней начинают пристраивать, ее перестраивать для того, чтобы образовать здесь крупное здание костела в неоготическом стиле, очень модном. В середине 19 века даже русские церкви строились в неоготическом стиле. Тем более это пристало для однонефной базилики, которой и была вот эта церковь. В 64 году все подстройки были в основном завершены. Она стала одним из украшений города Орла. Эта церковь имела гармоничные формы, над ней возвышался шпиль, большое готическое окно на главном фасаде и готическая розетка, так называемая, украшали это здание. Сейчас оно, к сожалению, очень сильно искажено. Но и сейчас в его архитектурных деталях мы угадываем вот эти элементы, которые были ему присущи с самого начала. Мы видим сейчас, что здание по фасаду обрамлено двумя красивыми пилонами. Они остались от прошлого. Мы видим, что по боковым фасадам сохранились готические филенки. Мы видим окна с обрамлениями по боковым фасадам. Они тоже характеризуют вот этот стиль неоготики. В начале 19 века первая четверть характеризуется увеличением количества католиков на территории Орловской губернии, причем значительно, в разы. Затем принимается решение увеличить и земельные территории вокруг костела, построить дом священника, а также пристроить более крупный алтарь, потому что все верующие поляки не вмещались сюда. Все это производится, несколько перестроек этого здания. Оно сохранилось на старых Орловских открытках, всегда входило вот в этот архитектурный обзор города, украшением считалось нашего города. Но ничто не вечно. Произошла февральская, затем октябрьская революция. Надо сказать, что февральскую, особенно революции, Ватикан встретил просто овациями, потому что считал, что католиков в России притесняют. Но недолго длилась эта радость. Вскоре после Октябрьской революции начинаются сложные коллизии, расстрелы священнослужителей католического вероисповедания, потому что советское правительство видело в них агентов Антанты. В 1920 году здешний священник Дземешкович был расстрелян. Последовала цепь расстрелов. Сюда назначаются снова и снова настоятели, их уничтожают, поскольку, естественно, они были, как правило, не русскими, они были поляками других национальностей. И на них смотрела молодая советская республика очень подозрительно, поскольку Польша уже к тому времени в состав Российской Федерации СССР не входила. И в 1938 году окончательно была уничтожена почти вся расстреляна община, уже к тому времени съежившаяся, уже маленькая. Те, кто могли уехать отсюда? Уехали. Остаются горстка людей, ну и все они практически были сосланы или убиты. Как и настоятель этой общины в 1938 году, община прекращает свое существование, она была закрыта, и здание костела, к тому времени уже пустовавшее, изымается полностью у верующих и передается спортивному обществу «Динамо», где был клуб. После этого, уже в послевоенные годы, однако же, коллизии памятника архитектуры не закончились. Он в 1950 году передается заводу «Продмаш». Окончательно утрачивается архитектурный декор, шпили, готические окна. Сегодня мы видим, что старые окна кое-где просвечивают под шелкотуркой, а на их месте пробиты новые окна, часть замурована. Так бы все и было, наверное, может быть, здание было бы снесено, если бы в 1993 году, уже в эпоху Новая Россия, оно не было принято под охрану как памятник архитектуры местной категории. Была написана справка историческая на это здание, и местная возникшая снова община из уцелевших потомков католиков, но вмешиваются некие силы, и это постановление, уже готовое, было изъято у всех, кому оно было роздано. В том числе, проявив некое слабоволие, отдал его и настоятель местной католической общины. Здание оказалось приватизировано, что, в общем-то, было незаконно, поскольку памятники архитектуры не имели права приватизировать, а католики построили себе новое здание в районе автовокзала. В здании же памятник архитектуры владельцы частные несколько раз пытались восстановить и приспособить под ресторан, бар или что-то еще, но теперь обязательным условием являлось в основном лишнего облика костела. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш проект телевизионный, который назывался «Исторический квартал». Мы действительно осмотрели с вами целый ряд исторических кварталов, центра города. Мы поговорили о памятниках религиозной культуры, мы поговорили о военно-приотических памятниках, конечно, не все полностью охватили, и поэтому мы начинаем новый проект буквально со следующей недели «Прогулки с краеведом», где мы покажем вам и то, что не успели показать в этом двухгодичном проекте и, наверное, какие-то элементы загадочного орла. Расскажем что-то не всем понятное, может быть, поясним забытое, откроем интересные страницы ушедшего. До новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова